Здравствуйте, уважаемые родители! Мы продолжаем наши встречи, надеюсь, полезные для вас. И сегодня мы с Ванечкой расскажем вам о проблеме, которая вас беспокоит, судя по вопросам, судя по пожеланиям, которые вы присылаете. Речь пойдет о проблемах, заставляющих ребенка ходить или вставать на цыпочки, на пальцы ног. О причинах мы уже говорили раньше, но я повторю. Это связано с повышением мышечного тонуса в район голеностопных суставов, района стопы, икроножных мышц. Причина повышения тонуса – это повреждение шейного отдела позвоночника, когда во время родов или на последних неделях беременности происходит смещение области первого-второго шейного позвонка друг по отношению к другу, и мы видим нарушение кровоснабжения того или иного центра, отвечающего за развитие тонуса скелетной мускулатуры. В частности, проблема, которая нарушает движение и состояние мышц и связок голеностопного сустава и стопы. Это показатель нездоровья ребенка, и это показатель того, что нужно применять какие-то меры по отношению к ребенку. И вот об этих мерах мы с вами сегодня поговорим. С самого начала, с самого момента обнаружения этого состояния нужно начинать определенные упражнения, совершать определенные действия по отношению к ребенку, чтобы расслабить тонус. Чем это грозит, если этого не делать? Это грозит, прежде всего, нарушение походки и снижение времени, когда ребенок начнет ходить. Дело все в том, что в каждый возрастной период ребенок должен осуществлять определенные функции, то есть он должен развиваться. Если это развитие сдвигается, то получается отставание. Это отставание влечет за собой не только отставание физическое, но и отставание психомоторном развитии. То есть он начинает позже не только ходить, но и говорить, осуществлять определенные действия. Впоследствии это приведет к тому, что любая повышенная нагрузка на ребенка, а вы понимаете, что в определенном периоде эта нагрузка повышается, в том числе и нервная нагрузка, когда ребенок идет в садик, когда ребенок идет в школу, когда он получает какую-то определенную информацию, которую он должен воспринять и переработать. И вот когда он не может этого делать по причине своего нездоровья, это приводит к определенным срывам, которые выливаются уже не только физические, но и психогенные проблемы. Так вот, чтобы этого не допустить, мы должны осуществлять определенные мероприятия, которые помогут ребенку не отставать в физическом развитии. С самого первого дня вы должны осуществлять массажные и физические действия по отношению к своему малышу. Значит, что касается массажа, прежде всего мы поговорили с вами о массаже спины, мы говорили с вами о массаже шеи, сегодня мы поговорим о массаже ног и упражнениях с голеностопными суставами. Значит, первое положение, в котором мы начинаем массаж, это положение лежа ребенок лежит на животе. При этом мы осуществляем легкие массажные движения от ягодицы к голеностопному суставу и от голеностопного сустава вверх к тазобедренному суставу, к ягодичному областям. Проводим по одной ноге, потом проводим по другой ноге, потом начинаем осуществлять разминательные движения мышц сначала задней поверхности бедра и мышц голени, и кроножная мышца с одной стороны, с другой стороны. Прежде чем вы это осуществите, определенное дополнение заключающееся в том, что чаще всего поражение, а именно повышение мышечного тонуса является двусторонним. И тогда практически нет разницы, с какой стороны мы начинаем наши действия. Но если это поражение одностороннее, скажем, правая нога встает нормально, а левая на цепочке, то мы начинаем, как всегда, мы об этом уже говорили, с более здоровой ноги. То есть мы начинаем с правой и переходим на левую. И дальше мы спускаемся после кроножной мышцы, спускаемся к голеностопному суставу, где осуществляем движения круговые вокруг пятки, движения по межпальцевым промежуткам стопы, с одной и с другой стороны. После этого мы переворачиваем ребенка на спину и начинаем те же самые движения по четырехглавой мышце бедра, с двух сторон, по мышце голени и по мышце стопы. После этого мы осуществляем определенные движения, которые направлены на крепление мышечного тонуса. И вот здесь, в моих словах, внимательные родители могут заметить парадокс. Как же так я говорю об укреплении мышечного тонуса, когда мышцы и так напряжены? Но дело в том, что мышцы напряжены немножечко по-другому. Они обладают в этом случае, а предлагают так называемой спастикой, когда мышцы резко сжаты и движения осуществить невозможно. Во время массажного движения мы мышцы расслабляем, и они становятся мягкими, податливыми. И после этого мы начинаем их укреплять, не спазмируя, а наоборот, давая им возможность удержать те движения, осуществлять которые они должны осуществлять с точки зрения физиологии. Как мы это делаем? Посмотрите, мышцы голеностопного сустава. Мы осуществляем движение стопы вниз, осуществляем движение стопы вверх, напрягается икроножная мышца, напрягаются связки голеностопного сустава. Опять вверх, вниз. Потом мы делаем отводящие движения, приводящие движения. Можно делать по одной стороне, можно делать сосчитанные движения. Это немножко сложнее, потому что ребенка нужно одной рукой еще удержать, особенно если это уже ребенок, который активно крутится, чтобы он не упал, чтобы он не повредился, чтобы он не уполз, оставив голеностопный сустав в ваших руках. Поэтому мы его придерживаем и осуществляем движение одной рукой с одной стороны. После этого делаем вторую ногу. Значит, время, с которым мы работаем, это начинаем с двух-трех кратностей движений, два-три раза, после чего каждый день прибавляем. Значит, именно каждый день, а не каждый раз, потому что такие упражнения нужно делать несколько раз в день. Сколько? В принципе, каждый раз, когда вы ребенка переодеваете, когда вы ребенка раздеваете или выкладываете на живот, когда им занимаетесь, может быть, это связано с кратностью кормления, лучше это делать после кормления через 10-15 минут. Получается где-то 5-6 раз в день у маленького ребенка, у ребенка, который более старше, можно делать чуть меньше, но не менее трех раз в день все равно. Значит, после того, как вы сделали несколько упражнений, вы делаете расслабляющие движения, вы делаете движения, которые мышцу расслабляют, опять вы делаете легкие поглаживания, опять вы делаете разминания, то есть вы приводите мышцу в состояние отдыха, даете ей возможность отдохнуть, потому что те упражнения, которые вы осуществляете, даже если вы осуществляете их сами, все равно являются нагрузкой на мышечный аппарат. Соответственно, после того, как вы сделали второй раз массажные движения, можно повторить комплекс упражнений с одной стороны и с другой стороны на ногах. Кроме того, мышечный тонус может повышаться не только в стопах, но и в кистях, в районе лучезапясного сустава. Это определяется по тому, как вы воспринимаете натяжение ребенка. Если вы даете возможность ему взяться, даете пальцы, он хватается и вы поднимаете, он удерживает одинаково в руках, это нормальный мышечный тонус. Если вы даете ему палец, и рука сжата в кулак, и вы никак не можете выражать, это говорит о повышении мышечного тонуса. Есть хороший тест, показывающий желание этого ребенка, вернее, нежелание рожать руку. И это связано с тем, что он не может. Вы делаете очень простой жест. Вы берете пальцем перед тем, как дать ему руку, и хлопаете легко по задней поверхности кисти, по наружной поверхности кисти. Вот такие движения. И после такого движения рука ребенка раскрывается чисто рефлекторно. Если вы это делаете, рука ребенка не раскрывается, чтобы вы могли дать ему палец. Это говорит о повышении мышечного тонуса. Поэтому здесь вы осуществляете точно такие же массажные движения на кисти, и точно такие же упражнения. Берете кисть и осуществляете движение сгибания и разгибания в одну и в другую сторону. Вверх и вниз. Делайте это мягко. Помимо повышения мышечного тонуса, может возникнуть обратная ситуация, а именно ослабление мышечного тонуса. Если мы говорим о кистях, на кистях это выражается в том, что ребенок ваши пальцы захватил, вы начинаете его поднимать, и рука разжимается. Он не может удержаться. Это может быть как с одной стороны, с одной руки, так и с двух. То есть, да, одна рука держится, а вторая отпускается. Значит, мы говорим об ослаблении мышечного тонуса в той руке, которая разжимается раньше. И здесь вы осуществляете тоже массажные движения, но они направлены на укрепление мышц. В чем разница? Разница в силе воздействия. При укреплении вы осуществляете ваше давление более сильное. Вы стараетесь мышцу стимулировать, заставить работать. И движения, упражнения должны быть сильные, резкие. Правда, не сломайте, не порвите ничего. При этом все должно быть в размерах возможности движения ребенка. Не надо их делать больше, чем ребенок может. Физиологически. Но это вы делаете более резко, в отличие от первого случая. То же самое на ногах. Что говорит о снижении мышечного тонуса? Когда вы ребенка ставите, то он не сам садится, а подгибается в голеностопном суставе. То есть голеностопные суставы сгибаются, они становятся вот так. Ребенка ставите, а он как бы проваливается. Стопы расходятся. Вот это говорит о снижении мышечного тонуса. И там вы осуществляете упражнения более активно, более резко, связанные с напряжением мышц. И вот здесь вы должны, вы можете работать не только в воздушной среде, но и в воде, в ванной. Такие же упражнения можно делать, когда ребенок, допустим, в ванной сидит, не обязательно лежит. Вот вы его посадили, достаточно четко зафиксировали, чтобы он не падал, никуда не делся. И работаете в ванночке. Это тоже достаточно эффективно, потому что в воде, как вы знаете, мышечный тонус снижается. Особенно это эффективно при повышении мышечного тонуса. Ну вот, вкратце мы охватили тему, которая вас интересовала. Если кому-то что-то непонятно, кто-то хочет более подробно, пожалуйста, я готов ответить на ваши вопросы. И на следующих наших встречах мы эту проблему осветим. А сейчас спасибо за внимание. Всего доброго. Мы прощаемся с вами. И берегите себя.